Так, ребятки, я в таком, сейчас я где-нибудь встану, я в таком красивом месте, называется оно Firefox. Снимаюсь руки, и там полиция вон стоит. Просто сзади меня, почему я включил камеру, потому что сзади меня машина, сейчас я ее засниму, спрашивают все, типа, а можно ли в Америке ехать, если там что-то нарисовал, или цвет другой, как-то у меня спрашивали, то есть можно ли в Америке делать разукрашку, или если крыло одного цвета или другого. Я говорю, да есть тут такие чудеса, что любых цветов, как разукрашки. И вот за мной сзади ездит машина, вот я сейчас остановлюсь, о, вызов, и смотрите, какая машина будет проезжать. Вот так вот. Обклеивают чем угодно, и рога на крышу приклеят, плюс 45 минут, заказ хороший. Тай, о май гад, супер. Так, ребята, я поехал на заказ, потому что у меня очень хороший заказик, плюс 45 минут. Скорее всего, что поеду... Скорее всего, что поеду в Сан-Франциско, когда такой длинный заказ, из такого городишки в Фаерфакс. Очень красивый городишко, очень классно здесь все, мне здесь нравится. Но дорогущий весь этот Марин Каунти, он дорогой, эксклюзивненький такой весь, интересненький. Все, ладно, выключаемся, потому что хотел поговорить с вами, рассказать. Увидел эту машину, такая вся обклеенная разукрашка, и никому нет до нее дела. Красотища! Тут вот видите горы, ладно, пока немножко поснимаю. Вот, за этими вот горами океан. Ну, не близко, не за первыми горами, а через несколько рядов и будет океан. И очень красиво. Осень такая, деревья многие пожелтели, а многие зеленые. В общем-то, красотища! А вот елочки продают, смотрите, новогодние здесь. Farm Fresh Christmas Tree. Вот тут елочки продают. Не знаю, почем, но у меня нет времени заезжать, потому что еду к клиенту. Городишко крайне прикольное, красивое. Я вот тут с приборки чуть-чуть еще поснимаю. Все, хочу камеру закрепить, но не получается. О, вот так вроде бы не трясется. Нет, все равно трясется. Вот. Это я вам так, чтобы показать красивый городишко такой под названием Firefox. Очень зелененький, очень зелененький. У кого есть деньги. Кто готов от трех до пяти тысяч платить за рент, вот будете жить вот в таком вот городишечке. Прикольном, красивом, зеленом. Рядом холмы, по холмам троп много туристических таких погулять. И на той стороне, за холмами, океан. Сели на машинку и съездили на океан. Видите, деревья какие разукрашки. Тут такие маленькие улочки, такое очень-очень уютнейшее место. Уютное, хорошее, но дорогое. И очень красиво осенью. В принципе, тут всегда красиво. Я сюда никогда не приеду. Мне здесь всегда нравится. Потому что Firefox действительно... Вообще, весь Marine City, весь Marine County, он весь классный. Куда не заедешь. Старое, конечно, все. Жилой фон старый. Нового очень мало. Вот. Но оно даже старое дорогое, потому что комфортно очень жить. Тепло. Здесь всегда тепло. Вот. Тепло и комфортно. Зимы не бывает. Ну, дожди, туманы бывают. Дожди, туманы. Вот. Вот видите, какое жилье. Такие вот старенькие домики. И аренд будет по 3 тысячи. Рент, я имею ввиду. Рент будет по 3 тысячи долларов. Вот. Дешевле тут ничего не найдешь. Вот. Я в этой части сам первый раз. Сейчас в основном езжу там чуть-чуть дальше, где Сан-Рафаэл. Сюда пару раз заезжал, но так, чтобы много поездить не получилось. А сегодня меня как начало тут тягать. Смотрите, какой холм красивый, да? Какая местность прикольная. Вот. Сейчас даже какую-то речку показывает. Будем переезжать. Вот. У меня даже пока получается что-то снять на ходу, сходу. Будет, конечно, трястись изображение, но... Как есть. То ли оно у меня приближенное, что-то не... Ну-ка, я посмотрю. Нет. Ощущение, что стабилизации нет. А это... Камера тут для две камеры. Ну, видите, какой дом красивый, прикольный, да? Калифорния Тайрсен Двиллс. Видите, в каком здании продают колеса. Прикольно, да? В таком здании продают колеса. Красиво. Вообще тут много красивых домов. Я даже парня забирал. Там такие дома в стиле... В мексиканском старом стиле. Белые такие, как будто глиной обмазаны. Беленькие. И крыши такие с черепицей. Такой настоящей, тяжелой черепицей. Даже не знаю, куда поеду, но пишет плюс 45 минут. Ну, короче, больше 45 минут. Хотя сейчас время такое... А, ну еще пробки не начались. Через часик пробки пойдут. Там бывает и недалеко час едешь. Вот так я неожиданно вдруг вам видео сделаю. Прикольное про городок Фарфакс. Файерфакс называется. Именно Факс. Не Фокс, а Факс. А то там послышится некоторым. А, под нами, я так понимаю, речка. Потому что вот здесь такое бетонное. Видите, ограждение такое бетонное. И, наверное, под ним такой либо канал, либо что-то такое. Я не знаю. Вот. Заодно тест на качество. Это телефоном Samsung снимаю. Прорекламирую. Samsung Galaxy Note. Обзор будет позже. Когда руки дойдут. Вот. Ага, не сюда. Понял. В общем-то, видите, какое местечко. Мне нравится. Не знаю, как вам. А мне очень даже из чего. Так, что-то резкость моя убегает, убегает. Очень зелено. Куда ни глянете глазом, везде зеленые холмы. Вот такая гора большая. Смотрите, он с правой стороны. Я думал, что те горы, что возле меня, они близко. За ними, видите, такие тучи идут. Вот эти тучи, это с океана. Тут легко определить, где океан. Вот как идут вот такие огромные тучи из-за гор. С туманом. Вот это вот они от океана такое идет. И иногда вот так вот внезапно, ни с того ни с сего, туча большая как найдет. И пойдет такой туман, и дождь даже может пойти. Вот с той стороны, значит, океан. Легко очень определяется здесь. И постоянно плохая погода идет оттуда. Как только чуть посильнее, она раз сюда переходит. Вот. Он стояночку ремонтирует какую-то. Заправочка была какая-то. Вот такая тут жизнь, неспешная, деревенская. И вроде бы так все простенько, так примитивненько. А дорого-дорого. Вот. Тут по машинам видно, что дорого. Посмотрите, какие машины вокруг. Все кроссоверы новые, дорогие. Старой техники тоже много. Но то, на чем люди ездят, все такое свеженькое. Свеженькое, красивенькое. Вот. Вот сейчас до клиента почти доеду. И остановлюсь. И выключу камеру. Вот, смотрите, тоже в мексиканском стиле здание. Видите, как красиво. Дорога такая. Вот, смотрите, как красиво. Мне это очень нравится. Я бы тут жил с удовольствием. Такое ощущение курортика, такого городишечки, маленького курортного городишки. А тут видно состоятельные люди слева. Тут так все. Кстати, я вот еду к таким состоятельным. Такие там обогатые, болевой стороне начались. Очень большие. А вот тут опять маленькие. Вот они такие разные. И я вот сейчас сюда и заеду. Ну, не совсем всегда, но. Красотища. Вот я с руки снимаю. Какой-нибудь полисман меня тут не засек. Он старый мерседесик стоит. Дизельный, кстати. Прикольно. В Калифорнии много дизельных мерседесов. Старых. Довольно интересная ситуация. Так, и где-то здесь мне налило. Блин. А где? А, вот поворот. И сразу стоп. А, в какое я место приехал. Пальмы кругом. Где-то здесь меня ждет Тай. Ага, туда еще повернутся. Целая проблема. Так, ну ладно, ребят. Все, пока. Надеюсь, вам понравился этот городишко. Буду заключаться и искать девушку Тай. Всем пока, всем удачи. Значит, для владельцев лифт. Мне только что рассказали очень интересную вещь. Значит, мы приобретаем вот такой вот приборчик. А вот, вон, секунду. Значит, тут вставляется в машину. В общем, у вас OBD в OBD-шку туда. Вот, и у вас в машине получается Wi-Fi. То есть, заставляется SIM-карта сбоку. Вот. И, значит, этот приборчик получает LTE от T-Mobile. И раздает вам Wi-Fi в машину. И вы в своем телефоне уже пользуетесь Wi-Fi. Интересная штука. Если бы я сразу знал, я бы меньше номеров себе покупал. Можно пользоваться ей. То есть, она у вас стоит. Поделению не занимает, звонками не пользуется. Только раздает интернет. У вас в машине есть Wi-Fi. И вот к нему подключается телефон. Это сделано специально для таксистов. Она называется. Видите, Syncom Drive. И они здесь показывают, как оно работает. Эту штуку можно использовать до 5 автомобилей. Подключать до 5 автомобилей. И, в общем, у вас такая автомобильная раздача. Как бы такой ход-спот получается. Стоит 12 долларов в месяц. Вот. В принципе, это даже дешевле, чем дополнительную линию себе подключать. Вот. Но тут, по-моему, 2 гига. Для работы этого хватает. До 2 гигов. Там можно больше, чем 2 брать. Но дороже получается. За минимумом такой вот 2 гига. Как бы для работы этого хватает. И у вас такая раздача в машине. Как бы информация для таксистов. Ну, а мы продолжаем покупать себе телефон. Вот. Так, ребят, всем привет. Я приехал в Ранч Кордова и увидел строительство апартмента. И решил вам показать, как, в очередной раз, как строят в Америке дома многоэтажные. А вот такие они многоэтажные. Ну, они такими же строят и многоэтажные. Вот он у нас сколько получится. Раз, два, три. Четырехэтажный дом. Вот 4 этажа. Вот впереди он уже практически построенный. Вот вы его видите. Вот он фактически уже построенный. Можно рассмотреть, да, как оно будет выглядеть. Балкончики все. Его когда отделают, вы даже не будете даже понимать, что он из дерева. Ну, что он каркасный, да. Он будет нормально выглядеть. То есть, полноценный дом, красивый. Вот. А изначально, когда его строят, вот он вот такой вот. Да. Вот полностью он набран из досочек. А, я приблизил сильно, трясется. Видите, как он сделан? То есть, вот так вот собирается, собирается, собирается. Первый этаж залили. Там, наверное, парковка будет на первом этаже, скорее всего. Вот. Он бетонный. Потом бетонное перекрытие первого этажа. А дальше сверху вот соберут сейчас три этажа. Вот такого полностью каркаса. И закроют, закроют. И все это будет дешево, дешево стоит. Как дешево? Для потребителя это не дешево, для покупателя. А в строительстве только что много ручной такой работы, собирать вот эти каркасики. Видите, как они точно рассчитаны. И где бы ни приехал, я вот куда ни приеду, они везде одинаковые. Это, скорее всего, уже отлаженная технология, уже размеры знают. Все. То есть, как вот под окно сделать проем. Вообще, их, в принципе, можно даже на фабрике, я смотрю, собирать. Может, их и собирают на фабрике. А сюда только такими квадратами привозят. Вот. Они даже толстый брус не используют. Вот смотрите, вокруг окна. Вот если приблизить. Да, вокруг окна. Видите? То есть, вокруг окна должен быть толстый брус, а он набран из трех таких же. То есть, три вместе сшиты и... И получается как бы брус. Вот я когда дом строил, мне такие вот нужны были вокруг окна, деревянные штуки. Балочки такие. И я их покупал цельными, да. А они вот обычные. Три доски вместе, раз и все. И внутри, интересно, потолок. Не знаю, получится ли вам увидеть. Видите, как он там? Целая система вот такая вот. Она набрана вот там какими-то элементами. Все собрано, собрано, собрано. Целая система. Вот такое вот в Америке все. Да? Даже если оно дорогое. Вот некоторые говорят, вот лучше купить дорогое, оно получше. Я смотрел дома за миллион и за два миллиона. Они точно так же сделаны. Разница только в отделке. Ну, может, внутри там более чуть-чуть качественные материалы применены. Чуть-чуть подороже. Вот. И строится быстро. Выглядеть будет нормально. Я вот как-то снимал, как строили на этом. Возле Волмарта. Надо будет подъехать туда, показать вам, как оно уже выглядит готовое. Там целый район достроили, доделали. Огромный комплекс апартментов будет. Видите? Огромное здание. Людей будет жить немерено. А, вон там уже готовы. Они уже вон дальше люди, наверное, живут уже заселенные. А здесь было место, и они построили. Вот так вот строится все в Америке. Прикольно, да? А, ну, кстати, какими материалами сетка. А, вон я уже вижу снаружи. Вот там наверху. Так, резко сделаю. Вон уже сеткой. И потом штукатурить будут. Но штукатурят толстым слоем. Я недавно пытался в своем доме гвоздь в эту штукатурку, шуруп прокрутить. Не смог. Реально, толщина штукатурки очень такая приличная. Сантиметр, ну, сантиметр точно, может и больше. А тут такая сетка, что тут даже больше будет. То есть, реально гвоздь не прокрули. Я уже и так, и всякие отверткой пытался проколупать. Нифига. Толстенькая такая шуба. Вот. Вот так вот. Я вот, кстати, даже не вижу, какую они теплоизоляцию. А там же вон окна. Ну, там уже окна повставляли. Просто нигде не видно теплоизоляцию, которую они применяют. А, вон там какая-то лежат какие-то маты. Вот таково вот строительство в США. Ладно, такой быстрый ролик. Всем пока.